Всех приветствую. Ребята, все детали моего делительно-копировального устройства готовы. Можно его собрать воедино. Сейчас я этим и займусь и буду попутно рассказывать, как оно работает и мы его испытаем. В корпус вставляется предварительно смазанный вал шпиндель. И прикручивается гайкой с контровкой. Контровка в виде гужона. Здесь, как видите, просверлен небольшой конус сверлом. Вал свободно вращается, но не шатается в осевом направлении. Здесь сделан приклон. Сделан из автомобильной петли. Петля крышки багажника. Также есть две пружины. В будущем можно будет заменить на одну пружину, но пока их у меня две, потому что более крупной я не нашел. Просверлено отверстие и винт с отверстием насквозь закручен, чтобы соединять две этих пружины. Приклон работает следующим образом. Это приклон копира. Для копира нужна шестерня, чтобы можно было копировать. Все эти вещи соединяются с помощью втулок, которые служат проставками. Я вот три штучки изготовил и можно таким вот способом крепить. Раз. Шестерня, которую нужно копировать, установлена. Теперь ставим сам копир. Выглядит он следующим образом. Винтом фиксируется каленый валик, который заточен следующим образом. Если какие-то другие профили или другие шестерни, можно его вытаскивать и заменять другим валиком соответствующим. Вот так он ставится и фиксируется рукояткой. То есть мы настраиваем его на любой диаметр. Если большой диаметр, мы делаем вот так. Если маленький, мы делаем вот так. То есть для этого нужно вот это вращение. Устанавливаем как нужно перпендикулярно оси и затягиваем. Так, копир у нас готов. Мы можем взять и скопировать теперь угол шестерни. Раз, два, три, четыре и так далее. На вал, который находится на другом конце, мы ставим шестерню, которую нам нужно сделать. То есть ее заготовку. Вот таким вот способом. Здесь нам также пригодится втулка и гайкой мы закручиваем. Резьбы под гайки сделаны с мелким шагом резьбы, чтобы обеспечить мощный зажим. Заготовка и копируемая шестерня установлены. Но как вы понимаете, вот эта система не такая уж и жесткая. И если фрезеровать вот здесь зубья, то здесь может провернуть. Ну или как-то выбить, изменить положение и так далее. Для жесткого зажима шпинделя используется вот эта прорезь. И здесь гайкой зажимается. Изначально я зажимал вот этой гайкой и ключом. Но дело оказалось неудобным. Поэтому в будущем я перешел на ручной зажим. Сейчас я вам покажу, как происходила фрезеровка первой шестерни. Шестерня делалась из стальной заготовки. Чтобы вы понимали, какая жесткость у этого приспособления. Жесткость весьма достаточная. Она достигается благодаря коротким вылетам. То есть, как вы видите, здесь очень близко находится все. Зажим на столе располагается даже дальше, чем ось вот этой самой детали. Поэтому все достаточно жестко. Жесткость маленькая у фрезерного станка. Но у этого приспособления она достаточная. Смотрите, как происходило нарезание первой шестерни. Шестерня делалась из стали. Подсобрал уже устройство и уже его тестирую. Как вы видите, ребята, уже практически нарезана шестеренка. И это шестеренка стальная. В данном случае используется копировальное устройство. То есть сюда ставится шестерня. И вот пришло время нарезать последний зуб. Сейчас я переверну вот этот механизм. Вы все увидите. Пока временно сюда сделал гаечку. Честно говоря, не сверх удобно. Переделаю, сделаю ручку подлиннее. Чтобы можно было руками. Переставляется вот так, все просто. Вот эту штуку мы прижимаем. Здесь мы затягиваем зажим. Смотрим, как идет процесс. Последний зуб. Сейчас как раз все будет видно, попадет ли он. в нужное место. Сдвинулось ли что-то или не сдвинулось. Мне видно, что все по центру проходит. Скорость, конечно, по стали не очень высокой обработки. Потому что фреза одноперая. Будь она хотя бы двухперая, уже в два раза быстрее будет. Но ничего. Как видите, процесс идет. Если очень нужно, можно работать. Все, зубчик есть. Смотрим, что получилось. Вот здесь был последний зуб нарезан. Если убрать эту заусенку... Вот тут видно все. Теперь откручиваю. Как же это все здесь зажимается? Все на самом деле очень просто. Пока есть зажим и зажат вот этот вал, можно с очень большим моментом все закручивать и откручивать. Как копируемую шестерню, так и ту, что мы изготавливаем. Снимаем. И вот что получилось. Получилась такая вот стальная шестеренка. Точная копия вот этой шестерни. Все катается, все нормально. Многих мучает вопрос, как же работает делительный диск и вот этот разобранный шприц-фиксатор, который у меня вот здесь пока что лежит. Шприц, фиксатор и делительный диск. Начнем с шприца-фиксатора. Пришлось проточить канавку здесь, чтобы поставить вот такие шайбы. Шайбы нужны, потому что очень большое отверстие. Ну и понимаете, если бы я без шайб это делал, оно бы тут не могло по-нормальному фиксироваться. Поэтому выточил шайбы и мы можем вот так вот его здесь зафиксировать. Вставляется вал, вставляется пружина и закручивается вот этой крышкой. Сильно не затягиваю. Как видите, оно здесь вот может вот так ходить. Это нужно для настройки по рядам отверстий. Здесь нужно затянуть. Здесь мы откручиваем и снимаем шестерню. Она нам не нужна в данном случае. Вот этот копир разворачиваем и ставим вверх. Вот так, чтобы он здесь не касался, вала не мешался. Дистанционная втулка. Так. И ставится делительный диск. Вот так он ставится. И можно здесь прицелиться. И шприц будет фиксировать любое положение по отверстиям. Сзади диска нужно опять же затянуть гайкой. Здесь для удобства сделана ручка ручного зажима. Ну и вот вам все устройство, дорогие друзья. Сейчас мы попробуем, как работает с делительным диском. И резюмируем все это дело. Устройство полностью готово. На фрезерный стол это устройство устанавливается вот так. Несколько по-другому, нежели если копир используется. Отжим осуществляется рукояткой. Для этого она сделана такая длинная. Ну а фиксация вот этим вот грибком. Можно вот так отжать и провернуть на определенный угол. Я установил на 24 деления и буду делать шестерню 24 зуба. Вот сейчас мы посмотрим, как будет работать именно эта часть устройства. Затягиваю рукой. Здесь уже все жестко. Главное, чтобы хода хватило. Но хода хватает. Чтобы ручка не цеплялась. Все установлено. Буду резать первый зуб. Играет музыка. Играет музыка. Есть один зуб готов. Теперь крутим вот эту ручку. Раз. Фиксатор на себя. Два. Зафиксировалась. Закручиваем обратно. И делаем второй зуб. Как видите, жесткости вполне хватает. Надеюсь, ребята, вам это устройство понравилось. Сделать его не так уж и сложно. Самая сложная здесь деталь, это вот этот делительный диск. Его, конечно, сделать, если ничего нет сложно. Сейчас я могу делать такие делительные диски. На нем копировать. Делать маленькие диски делительные. Как-то размечать. И делать на том же фрезерном. В общем, на этом все. Кому было полезно и интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. И всем пока!